Приветствую вас, дамы и господа, с вами канал новости UFC и сегодня нам предстоит разобрать, насколько жаркой будет трилогия между чемпионом по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри против Деонтея Уайлдора. Мы помним, что этот поединок переносили по причине того, что британский боксер заразился вирусом, но повлияет ли это болезнь на чемпиона, пока сказать тяжело. Также я полагаю, все помнят, что в декабре 2018 года их первый бой завершился в ничью, а в феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс чемпиона WBC в тяжелом весе. Теперь же мы станем очевидцами принципиального противостояния, в котором либо определится новый чемпион, либо цыганский барон закрепит свой статус непобежденного супертяжа. Фьюри 33 года, его рост составляет 2 метра 6 сантиметров, вес 124 килограмма при размахе рук в 216 сантиметров. За плечами чемпиона 31 победа, 0 поражений, 21 нокаутом и 1 ничья. Деонтей Уайлдер 35-летний боксер с ростом 201 сантиметр и весом 103 килограмма, а размах рук у бронзового бомбардира 211 сантиметров. И что примечательно, так это то, что у Деонтея до встречи с Фьюри в графе поражений также был 0, а его список выглядит внушительным. За плечами Деонтея 44 боя, 42 победы, из них 41 нокаутом при 1 ничьей и 1 поражение от того самого Тайсона Фьюри. Фанаты помнят, что после ничьей и победы Тайсона Фьюри во втором поединке Деонтея через суд настоял на реванш. Но сможет ли Уайлдер вернуть титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе? А многие для себя уже отметили, что победитель в своем следующем вероятном поединке может встретиться либо с чемпионом Александром Усиком, либо с Энтони Джошуа в случае, если Энтони вернет себе пояса. И на кону этого поединка будут стоять все пояса. А это означает, что победитель будет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Итак, в преддверии боя, как и всегда, бытует много мнений и высказываний. Тренер Уайлдера утверждает, что поединок не продлится дольше 6 раундов, и Уайлдер нокаутирует Фьюри и вновь станет чемпионом. А вот известный промоутер Эдди Хирн считает, что Фьюри не слишком готов к поединку, но по-прежнему уверен в его победе, хотя и риск возрастает. Также своим мнением поделился легендарный боксер Майк Тайсон, усомнившись, хочет ли Уайлдер выйти на бой за победой или чеком. Подчеркну, что Энтони ему нравится, и Уайлдеру нужно будет выйти и выложиться на максимум в первых 6 раундах, и постараться нокаутировать Фьюри и сделать для этого все возможное. Ну и давайте теперь вместе разберем возможный исход этого грандиозного противостояния. Очевидно, что соперники прекрасно знают друг друга. Впервые они встретились 1 декабря 2018 года, Уайлдер защитил титул WBC и, казалось, был близок к фиаску. Большую часть боя Тайсон по прозвищу «Цыганский король» явно его переигрывал. Но все же похоже, что слишком рано уверовал свою победу, побывав в нокдаунах в 9 и 12 раундах. В итоге мнение судей разделилось, была объявлена ничья, что, само собой, практически гарантировало повторный матч, который состоялся в Лас-Вегасе 22 февраля 2020 года. На сей раз Тайсон уже не наступил на грабли, проводя поединок очень собрано, а вот Деонтей не показал свои лучшие качества, побывав в нокдауне в 3 и 5 раундах, а в 7 и вовсе его секунданты после лихой и эффективной атаки Фьюри выбросили полотенце, признав поражение подопечного техническим нокаутом. С тех пор соперники вообще не выходили на ринг, однако Фьюри должен был уже провести матч с Энтони Джошуа, но бой сорвался из-за требований Уайлдера о реванше. Что примечательно, так это то, что Уайлдер не принял это поражение, как полагается спортсмену, и сразу принялся искать тому объяснение. Хотя назвать слабым спортсменом Уайлдера уж точно нельзя, и мало кто на это решится. Предложив множество версий, обвиняя всех и вся, но только не себя. Однако самое глупое оправдание, которое прозвучало со стороны Уайлдера, это заявление о слишком тяжелом костюме, в котором он вышел на ринг. Кстати, о которых он так много говорит, заявляя, что его костюмы при выходе самые красивые. Но костюм виновен или нет, ему предстоит еще доказать. А поражение и ничья в боях с Юри все же подпортило статистику бронзовому бомбардиру. Что касается британа-ирландского чемпиона Тайсона Фьюри, то он хорош как вне ринга, где является ярким шоуменом, так и в нем. Это очень волевой спортсмен, который, как очевидно все помнят, возобновил карьеру в 2018 году после трехлетнего простоя. И примечательно то, что Фьюри пришлось не только вернуться к своим обычным тренировкам, ему еще и пришлось бороться с излишним весом, который он лихо набрал за три года простоя в период депрессии. Итак, мы подошли к прогнозу. И в этом поединке немаловажным фактором будет психология. Если Уайлдер и вправду выйдет на ринг с готовностью пройти сквозь огонь в воду и медные трубы, то у него будет шанс проявить свою потрясающую ударную мощь. И то, что он работал перед боем над техникой, очень хорошо. Но все же ожидать, что он выйдет на ринг другим бойцом не стоит. Что может противопоставить Уайлдер? В первую очередь мощный удар. От него падали многие, а вероятность случайного попадания Лаки Панча никто не отменял. Проблема Уайлдера в том, что Фьюри не даст ему работать первым номером, а терпеть и ждать своего шанса Деонтеи просто не умеет. Фьюри куда быстрее и мощнее, а вот у Уайлдера слишком много проблем в защите. И не самый разнообразный атакующий арсенал. И тут, видимо, у Деонтея шанс в одном – идти в рубку с девизом «Или пан, или пропал». Ну а Фьюри смысл менять то, что работает. Фьюри будет делать то же самое, ведь он нашел уязвимые места у Деонтея. Он по-прежнему будет давить, и именно поэтому Уайлдер так много работал над своими движениями. Не факт, что это будет ранняя победа, но самый вероятный прогноз – все закончится точно так же, как и во втором бою. Ведь у Тайсона есть психологическое преимущество над Уайлдером. Так что все зависит от Деонтея. Именно ему необходимо что-то предпринимать новое, чтобы результат предыдущего боя не повторился. Для Уайлдера я вижу только один вариант – спустить собак с поводка и дать волю кулакам. Потому что в этих кулаках содержится сокрушающая мощь. Все же было бы глупо сбрасывать со счетов такого персонажа, как Уайлдер, которого многие совершенно не случайно называют, не иначе как «самый страшный нокаутер всех времен и народов». А раненый зверь, как мы знаем, вдвойне опасен. К тому же не будем забывать, что Фьюри перенес болезнь. Но особенность в том, что Фьюри остается легким на ногах. Также вспомним, что Фьюри, падая в нокауты от Уайлдера, уверенно поднимался и продолжал боксировать в весьма высоком темпе. А уже в реванше мы увидели смелого и уверенного в себе Фьюри. Теперь известна главная слабость Уайлдера – его проблема при работе вторым номером. Американец два раунда прижимался к канатам вместо того, чтобы держаться в центре ринга и равнозначно отвечать на выпады Фьюри. При высоком темпе Уайлдер чаще пропускает и быстрее просаживается в плане выносливости. А главное, у Тайсона есть все качества для победы над абсолютно любым соперником. Здесь и идеальная антропометрия, и огромное количество обманок, прекрасная работа ног и защита корпуса. И не будем забывать о ментальности. По нему тяжело попасть, но легко пропустить, если ты не обладаешь точно таким же набором навыков. А как раз Уайлдер ими и не обладает. Американец слишком заземлен на ногах, имеет огромное число дыр в защите и практически не использует движение головой для смягчения попадания соперника. А в атаке полагается лишь на несколько комбинаций, которые легко читаются скоростными боксерами экстра-класса, коим является Фьюри. И тут у Уайлдера остается лишь одна надежда на лаки-панч. Но навряд ли. Итог прогноза. Исходя из всего вышеперечисленного в этом поединке, победу одержит Тайсон Фьюри. Поскольку не стоит надеяться, что цыганский барон не встанет после жесткого попадания бронзового бомбардира. И с большой вероятностью этот матч завершится с 7 по 10 раунд нокаутом, а победителем останется британец Фьюри. Хотя и возможен исход решением. Ну а поединок у нас начнется не ранее 0.05 утра по московскому времени 9 октября. Ну а вы, друзья, делитесь своими прогнозами под роликом, кто, по вашему мнению, одержит победу в этом поединке. Ну и как обычно, поддержите ролик своим чемпионским лайком, оставьте любой комментарий для продвижения. Те, кто еще не подписан, подписывайтесь. Ну а с вами, как обычно, был канал Новости UFC. Всего вам наилучшего, позитивного настроения и хорошего просмотра. Ну и до новых встреч. Пока-пока.